Я сегодня в новой роли. А эта роль называется «Главный помощник сказочника». А это моя Ксюша. Хочу поделиться с вами восторгом. А я купалась одна на реке под абсолютным-абсолютным ливнем. Какой-то детский совершенно невозможный восторг. Ксения Алферова, артистка российского кинематографа, представительница театральной династии, сумевшая заявить о себе как о самодостаточной исполнительнице. Она не привыкла пускать руки и всегда стремится сделать идеально то, чем горит. Жизнь и круг ее интересов распространяются не только на искусство. Шорох леса, прикосновение ветра, вкус клубники и объятия любимых людей она ставит выше карьерных достижений. Будущая актриса родилась 24 мая 1974 года в столице Болгарии, Софии. Мать девочки и любимица публики – актриса Ирина Алферова. Она родила дочку от болгарского дипломата Бойко Гюрова. Ирина и Бойко познакомились в посольстве и вскоре поженились. Алферова уехала с мужем в Болгарию, но жить там не хотела. Поэтому вскоре родители девочки развелись. Когда Ксении исполнилось два года, мама вышла замуж за секс-символа советского кино Александра Абдулова. Он удочерил девочку, дал малышке свое отчество и воспитал как родную. Долгое время вся страна считала Абдулова отцом Ксении. Сама девочка узнала о том, что артист – неродной отец в подростковом возрасте. Девушка поддерживала теплые отношения с Александром Гавриловичем до его кончины. Ксения Алферова с раннего возраста привыкла к самостоятельности. Родители постоянно пропадали на работе. Девочка научилась обходиться без чрезмерной опеки. Она хорошо училась и не доставляла никаких хлопот. К театральной жизни Ксения привыкла рано. Пока ровесницы играли с куклами, она находила себе занятия за кулисами. Любимым местом был Бутафорский цех театра. Ксения Алферова ставила там свои спектакли, в которых играла все роли. На экране Ксения появилась в 1981 году, когда ей исполнилось 7 лет. Отчим взял Ксюшу с собой в Ленинград, где снимался в картине «Женщина в белом». Потом девочка снялась вместе с мамой в эпизоде одной мелодрамы. После окончания школы в 1992 году Ксения Алферова по настоянию матери выбрала не театральный, а юридический вуз. В 90-х кинематограф находился в состоянии упадка. А маме хотелось, чтобы дочь получила профессию, которая сможет ее прокормить. Да и семейная традиция. По линии Ирины все были успешными юристами. Сыграла роль. В молодости после окончания столичной юридической академии Алферова прошла стажировку в одной из лучших Великобритании адвокатских контор. Но мамины гены победили. Ксения бросила юриспруденцию и поступила в школу-студию МХАТ. В 2007 году исполнительница снялась в драме «Капкан», где главных героев играли Александр Абдулов и Ирина Алферова. На тот момент супруги уже развелись, но на съемочной площадке они оставались профессионалами, разыгрывая искренность чувств. Для Ксении это обстоятельство показалось поучительным. В следующем году Алферовой младшей досталась роль в новогодней мелодраме «Дед Мороз по неволе», снятой Еленой Цыплаковой. Актриса играла здесь главную героиню, ее партнером стал Егор Беруев. Картину зрителей приняли тепло. Ксения не единственная представительница династии, которая отличается особой моложавостью и элегантностью. Достаточно вспомнить ее маму Ирину Алферову, советский секс-символ, и обратить внимание на бабушку Ксению Архиповну, которая выглядит моложе и энергичнее своих лет. Как и ее родственницы, актриса называет главными секретами сохранения молодости доброту, щедрость и женственность. По словам знаменитости, добрый человек меньше хмурится, и это позволяет избежать проблем с морщинами, которые могут потребовать применения косметологических операций. Нет ничего удивительного в том, что у Ксении Алферовой, как и у мамы, тоже актерская семья. Но с мужем Егором Бероевым исполнительница познакомилась не на съемочной площадке, а на пресс-конференции. Егор тоже происходил из актерской династии. Мать Елена Бероева – актриса театра имени Моссовета, а дедушка Вадим Бероев известен старшему поколению зрителей как майор Вихри. Отец Егора – Вадим Михеенко – тоже актер. Но сын не общается с родственником, отказавшись даже брать отцовскую фамилию. Свадьба влюбленных прошла тихо и скромно в 2001-м, а о венчании и вовсе бы никто не узнал, если бы не проговорилась сама Алферова в одном из интервью. В 2007-м году у актерской пары родилась девочка, которую они назвали старинным именем Евдокия. В 2008-м личная жизнь Алферовой оказалась под прицелом прессы. Тогда исполнительница параллельно с мужем участвовала в проекте «Ледниковый период». Позже пошли слухи, что Егор поддался темпераменту страстной партнерши Екатерины Гордеевой и изменил жене, и супруги якобы готовились к разводу. Однако Ксения, танцевавшая в паре с Павеласом Ванагасом, спокойно реагировала на подобные разговоры. Семья продолжила жить в любви и гармонии. В 2012-м году пара создала благотворительный фонд «Я есть», собирающий средства в поддержку детей с особенностями развития, в частности, с синдромом Дауна. Супруги участвовали в программах, направленных на улучшение условий жизни для солнечных малышей. Так как Ксения и Егор не стремились показывать дочь на публике, но часто появлялись с подопечными фонда, то в прессе появились ложные заметки о Евдокии. Например, журналисты, дополняя статьи и фото с актерами, в компании с солнечными девочками писали, что наследница супругов тяжело больна. Малышке приписывали не только наличие лишней хромосомы, но и аутизм. Позднее Алферова и Бероев начали появляться на мероприятиях фонда с Евдокией, и публика увидела, что их ребенок здоров. Евдокия унаследовала от родителей природную красоту и талант. В интервью Ксения отметила, что дочь музыкально, артистично, любит открывать для себя новые хобби. В частности, школьница увлеклась слаймами. Кроме того, девочку начали волновать вопросы бережного отношения к окружающей среде. В 2018 году семья артистов пополнилась вторым ребенком. Подопечный фонда Влад Саноцкий потерял мать, которая регулярно контактировала с сотрудниками «Я есть». Молодому человеку грозило провести остаток жизни в психоневрологическом интернате. Узнав об этом, Ксения смогла добиться оформления опекунства над солнечным другом. Актриса понимала, что для Влада станет губительным новое место жительства, ведь парень показал успехи в социализации, играл в театре простодушных, снимался в фильме. После оформления необходимых документов Алферова стала часто выкладывать ролики с участием Саноцкого. Сейчас Ксении Алферовой 49 лет, а ее мужу Егору Бероеву 45 лет. Их дочери Дуне 16 лет. Ксения запечатлела ее на пирсе. Кадр вышел очень красивый и живой. Девушка стояла спиной камеры и обернулась на мамину просьбу. 16-летний Евдокия одета в короткое бледно-розовое платье-футболка. Все наперебой начали отвердить в комментариях, что внучка – копия бабушки Ирины Алферовой в молодости. И действительно, они очень похожи. Субтитры создавал DimaTorzok